Всем привет! Сегодня будем избавляться от провисания водительской двери автомобиля бюджетным способом то есть подручными средствами этим способом может в принципе воспользоваться потом каждый если он будет рабочий но я думаю он поможет почему именно так? все просто, чтобы поменять петли на автомобиле вот к примеру в данном случае Шевроле Лачете нужно открутить петли от кузова, от двери снять крыло полностью и затем только заменить петли чтобы вот этого всего избежать демонтажа крыльев и так далее можно просто как я думаю подложить в определенное место под петлю ну к примеру вот такой вот пластик это пластик от канистры это я взял просто резину вот путем подкладывания вот этих вот резиночек и пластиковых деталей будем подгонять дверь и выравнивать ее подкладывать будем естественно под петлю между дверью и петлей не между кузовом и петлей а между дверью и петлей в нижнюю часть чтобы дверь у нас поднялась немного и сравнялась с задней дверью сейчас покажу как это все выглядит ну наглядно как дверь просела и как она при открытии скрипит резинками вот к примеру дверь закрыта да и если ее открывать с салона сейчас этот звук будет явно слышен скрипит вот здесь ну слышно ну вот какой прекрасный звук а все из-за того что вот эта уплотнительная резиночка черкает о соседнюю дверь вид с улицы ну то есть вот так вот и дверь не плотно она то есть налегает уже я не уезжаю спросил уезжали парковаться негде дальше все вот дверь не ровно она уже налегает как будто бы вот чтобы от этого избавиться надо дверь чуть-чуть приподнять и будет все четко вот петли которые держат эту дверь верхняя петля нижняя из-за чего все это случилось сейчас секунду из-за того что здесь видите шток а на штоке вот такая вот уплотнительная резиночка наверное которая износилась ну или не резиночка какой-то хтеропластовый материал не знаю он износился просто разорвался весь и получается дверь провисла вот сюда или вот сюда я хочу подложить шайбочки в виде пластика почему потому что чтобы ничего не ржавело и все было нормально потом в будущем и устранить этот недостаток я думаю должно получиться все в принципе я все сделал сразу могу отметить что способ рабочий можно пользоваться времени заняло буквально от силы 10 минут и то дольше возился с тем что откручивал нижний болт он сильно был притянут вот с ним провозился дольше всего затем сделал я из камеры то есть из резиночек вырезал вот такие вот уплотнительные колечки болт выкрутил колечко вставил между дверью и петлей болт закрутил снизу то же самое они подплющились хорошо я их затянул прямо от души как и должно было быть подплющились дверь закрываю все не скрипов дверь закрывается хорошо в принципе проблем уже никаких нету сейчас я вам покажу как я справлялся с этим один как поднимал дверь значит включил зажигание опустил окно встал рядом с дверью плечом грубо говоря вот эту вот рамку двери положил на плечо плечом поднял петля отошла от двери подложил резиновую шайбочку закрутил все почему резиновую да просто решил попробовать начать с резина и в принципе то и все и дело размер вот они отсюда я вырезал размер вот подходит диаметр вот этой вот окружности это головка от ключа вот поставил вот так головку и вырезал окружность внутри сделал отверстие под болт который выкрутил из петли в принципе все делов говорю на 10 минут и никаких проблем смотрите сейчас я окно закрою заодно так надо закрыть окно чтобы было потише в салоне музыка какая-то началась не на одном музыке это авторские права так ладно вот все сел салон открывая дверь как вы знаете были скрипы сейчас все четко ничего нету двери закрывается тоже кстати хорошо все хорошо вот здесь и есть скрипы но здесь соприкасается резина с резиной то есть вот с этой стороны резиночка и с этой стороны вот уплотнительная резинка она скрипит уже с этой стороны ничего не скрипит сейчас покажу все это снаружи как выглядит вот дверка закрывается уже сама хорошо ну как положено кстати задние двери легче закрывать ну да задние легче закрывать здесь все почти сравнялось хотя до этого очень провисало и здесь так же почти все сравнялось ну может быть осталось там малейшее но смысла нет тут выгадывать потом взял то подложил еще и то если понадобится а может быть так еще и отъездит тысяч сто это считай дверь провисла за сто двадцать тысяч километров вот так вот пока здесь рядом с машиной ковыряясь решил проверить есть ли масло в свечных колодцах так как когда прокладка сопливит как здесь и как у всех в принципе вот этих вот машин то заливает свечные колодцы так как прокладка идет ну по периметру естественно клапанной крышки здесь вот видите подтеки такие небольшие но ну не критичные масло не уходит ничего и так же вот здесь вот прокладка имеет резиновые колечки под крышкой то есть они прижимаются плотно и все если они ну так сказать неисправны или требуют замены то получается попадают масло в свечные колодцы и свечные колодцы наполняются чуть ли не наполовину вот сейчас посмотрим как здесь ну здесь видно что такие мокренькие но нет масла в свечных колодцев потому что когда оно есть оно но во втором нет надо смотреть наверное лучше надо потом завести в окоп чтобы все воткнулись а то утром потом мучиться так и в четвертом посмотрим ну четвертый тоже нормальный высоковольтники кстати родные тоже ну третий да куч ну есть такие запотевания но это не масло это не масло это а хотя масло смотрите ну немного еще нормально но это у всех такая беда я знал поэтому полез проверить скоро поменяю эту прокладку поставлю ну скажем так здесь пластиковая крышка я хочу поставить вот металлической крышки прокладка есть люди ставят на шеврале круз ставят их также ставят на лачете эту прокладку от металлической крышки так как она площадь у нее соприкосновения ну толщина прокладки самой к примеру вот которая сейчас стоит вот такая вот да а если от металлической крышки ставить то она получается уже чуть ли не в три раза толще говорят нормально помогает ну как бы она и сейчас машина не троить ничего вот крышечка вот так вот стояла сейчас заведу посмотрю чтобы все нормально было чтобы утром не было проблем что я где-то не доводкнул сковородный провод свечу сейчас попробуем заведем итак запускаем нейтралочка магнитол отключал просто ну все завелась глушак немного защиту глушака побрякивает ну перестала все ровно работает ничего обороты не плавают это хорошо